Ну а эту запутанную, крайне запутанную тему мы обсудим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии Игорь Маренко, бывший заместитель министра образования, ну а ныне ректор Московского городского педагогического университета. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, я ничего не поняла. Вот мне кажется, на вашу память мы столько занимались образованием, ничего не поняли. Я абсолютно восхищен, как журналисты попробовали разобраться в этой проблеме, потому что здесь действительно есть путаница, она связана с одним недопониманием, и мне удалось выяснить, с одной технической ошибкой. Я попробую на пальцах, как учитель начальной школы, так сказать, коротко сказать, что... Значит, что остается прежним? Все сдают русский язык, как и сдавали, он нужен на всех направлениях подготовки. За каждым предметом есть некоторый профильный предмет. Например, вот будущие учителя, которые поступают к нам, сдают общество знания. Тут никаких изменений нет. Ну или, допустим, человек знает, что он хочет поступить в Бауманск, и он ожидает физику, да? Сейчас, вот тут никаких изменений нет, профильный экзамен, и вот русский язык все сдают. Значит, и, соответственно, он является вступителем. Вот проблема в третьей части, значит, она состоит в том, что третий, вот такой тоже профильный, соответствующий направлению подготовки предмет, он теперь не жестко закреплен, но он теперь по выбору. Вот, например, на педагогическое образование вуз может выбрать шесть опций. Математика, физика, химия, литература, история и информатика. Все вроде бы хорошо, если это учитель химии, он эту самую химию сдает, и все как прежде, ничего проблем нет. А если человек поменяет решение своего, допустим, со временем... Да нет, это как всегда, вот это как всегда, тут нет никаких проблем. Проблема в чем? Что если это учитель биологии, то среди названного перечня биологии нет. И для будущего биолога вроде надо выбрать химию. То есть, с одной стороны, вот когда этот выбор есть, это хорошо, вуз может под конкретное направление подготовки, их сейчас много, знаете, тьютеров готовим мы, да, в педагогическом образовании, много кого готовим, там нам правильно, ну, время от времени этот выбор делать, разные профильные предметы делать. Но вот с учителями биологии оказалась такая накладка, например, или география, то же самое. Значит, мы попробовали разобраться, действительно, коллеги говорят, что была техническая накладка, там две страницы какие-то из приказа пропали, и теперь вот они... Техническая накладка в том, что некоторые люди просто не могут найти свой экзамен в перечне. Вы эту накладку имеете в виду? Значит, вузы могут установить не тот экзамен, к которому люди изначально ориентировались. Вот в этом как бы... Ну, смотрите, вот, допустим, ну, представьте себе, на конкретном примере. Вот есть мальчик, да, или девочка, одиннадцатиклассница, допустим. Она примерно сейчас должна знать, ну, в общем, в какой вуз она собирается поступать. Или в вузы по определенным профилям. И те четыре ЕГЭ, которые она будет сдавать, должны, чтобы ей не сдавать, там, пять ЕГЭ, ведь можно сдать и шесть ЕГЭ. Да, можно десять сдать, ничего не изменится. Она должна знать вот этот набор сейчас. Да. Мне кажется, нас вот так учили, мы знали, какие экзамены мы будем сдавать, но это было до ЕГЭ. Мы знали, что нам нужно будет и биологию там сдавать, и химию. Всю жизнь всегда, во все годы в феврале бывали изменения. Бывали. Это всегда такие правила были, да. Ну, то есть, в общем, вы считаете, что если даже эти изменения произойдут, и с 2015 года, как вроде договорились, будет вуз выбирать, то времени, допустим, с февраля, там, или с марта до сдачи ЕГЭ, до июля будет достаточно? Я скажу так, что, конечно, лучше всего, чтобы вузы определялись до сентября. Вот тот случай, который произошел сейчас, когда вот эта путаница возникла, да, конечно, лучше установить норму, чтобы до первого сентября все знали экзамены, и больше никогда. А давайте разберемся с Высшей школой экономики. Вот знаете, у нас тут конкретные люди, конкретные дети. Вот есть проректор Конторович, который произносит текст. Вот разберите эту задачку. Значит, Конторович говорит, перечисляет. Абитуриенты раньше готовились сдавать литературу, русский, иностранный язык и творческий конкурс. Иностранный также стал обязательным предметом, а вместо него мы должны что-то выбрать. Историю, географию или общество знания. Просто разберите, что было, что стало, и что теперь нужно делать детям. То же самое, что я пытался объяснить. Значит, действительно, часть предметов, она как бы не жестко зафиксирована, которым нужно готовиться. А ВУЗ устанавливает до 15 февраля вот какой-то будет предмет. Но оказалось, что те предметы, которые представляются на выбор, они не всегда совпадают с тем профилем, которым обычно ребята готовились. Вот мне объяснили, что это была некая техническая ошибка. А может быть, вообще, даже сама постановка вопроса, мне кажется, немножко порочной. Потому что, ну, в школе вы учитесь. Вы, в общем, у вас есть стимул учить все предметы. Значит, тогда получается... Я даже был за это, честно говоря, когда первые новости прошли. Нет, ну не все сдавать, но... Вот тогда такой фактор, как дрессировка на ЕГЭ, репетиторы специальные, ЕГЭ-репетиторы, интернет... А ничего с этим не сделаешь. То это пропадает тем самым. Частично хотя бы это ликвидируется. Вы знаете, в любой стране мира, где введены такие общие национальные экзамены, везде есть это репетиторство. Тут абсолютно никак избавиться от этого нельзя. Вот если у человека чувствует... И у меня вот дочь поступала, значит, этим летом. Значит, если человек чувствует, что у него есть хоть какая-нибудь малюсенькая возможность своему ребенку дать возможность поднатаскаться, чуть побольше, значит, знать, чем это дает школа, он обязательно эту возможность будет использовать. Это вот такая общемировая беда. Значит, многие эксперты обсуждают, проходят всякие конференции, но все за этим гонятся. Другое дело, что если не ЕГЭ, то что, так сказать, вернуть все дальше на усмотрение школы, тогда опять полная несправедливость, каждая школа ставит как хочу. Тут альтернатив-то не очень много, потому что скандалы с национальными экзаменами, они проходят и в США, в Чикаго отменяли один раз экзамен. Год назад был в Великобритании дикий скандал по поводу того, что застроенный экзамен по химии, биологии и физике снова меняется на экзамен по отдельным предметам. Да, это вот такая общая беда. Все вляпались, каждая страна вляпалась вот в такой общий национальный экзамен, но каждая страна уже не может... А можно я задам вопрос? Я как раз в отличие от своего коллеги Павла Лобкова считаю, что как бы хорошо не учили в школе, люди, в принципе, имеют право знать, что они станут сдавать. В этом смысле причесаться как-то заранее, потому что одно дело учиться, а другое дело готовиться, но все-таки к сдаче... Это же не Олимпиада, это в некотором смысле выбор предмета и какая-то классификация знаний. Но, меня знаете, что заинтересовало в этой истории? Вот тут крупные ректоры, МГИМО, высшая школа экономики, все люди, которые были сторонниками единого госэкзамена в разное время... Я тоже... Да, высшая школа экономики вообще идеолог, не могли договориться заранее? Что это за казусы, которые все время случаются с людьми? Там-то у них разные направления подготовки, им не очень нужно договариваться. Дело в том, что... Нет, я говорю про министерство. В любой социальной системе, когда она такая сложная, ведь перечень во всех этих экзаменах и направлениях к подготовке, это, ну, десятки страниц там с кодификаторами, много с чем еще, да? Значит, и то, что в ней возникает вот всякого рода недопонимание, это, ну, в общем, всегда такое было. Вы можете вспомнить, что там другие были составы министерства, ровно то же самое случалось. Вот приходилось где-то запутываться, объяснять. Ну, что ж, надо объяснять, надо объяснять, что в данном случае, значит, все равно все будут сдавать. Я не могу сердце успокоиться. Вот наш корреспондент говорил о трех правдах, это правда. Вот что будет в итоге? То есть я думаю, что в итоге все будет в порядке. То есть как? Что ребята будут сдавать то, к чему они готовились. Приказ дезавуируется таким образом. Да не дезавуируется, просто те этих, там, смотрите, значит, из того выбора, который был представлен на этот год, выбор останется для вузов, да, они смогут устанавливать разные экзамены, но для тех профилей, которые традиционно сложились, будут выбраны те традиционные экзамены, которыми ребята... Хорошо, вот меня в этой ситуации интересует еще политический вопрос. Почему вмешалась Единая Россия, и почему министр пошел вот туда докладывать в Единую Россию, и после этого был достигнут некий компромисс, что не с 2014 года, а с 2015, и давайте мы все обсудим. А что Единая Россия вот так вот где-то на пленуме перепринимает решение о ЕГЭ, вот мне совсем это непонятно. Вообще-то там есть правительство. Я, так сказать, не член никакой партии, но могу сказать, что Единая Россия была одной из партий, которая проводила в том числе и закон о едином государственном экзамене, но и наряду с другими партиями. И еще беспокоиться о детстве, насколько мы знаем. Ну, не знаю, да, не знаю. Я сейчас совсем мало имею дело с политикой, поэтому... Но, тем не менее, политика имеет дело с вами. Чему очень рад. Ну, в данном случае нет, потому что, значит, я по своим, там, экспертным каналам со своими коллегами вместе разбирал этот приказ, и мы, так сказать, искали здесь правду, но думаем, что ее нашли. Ну, как бы, вы как ректор, вы довольны тем набором ЕГЭ, которые ваш институт выставляет для школьников? Или бы вы что-то сами бы добавили или убрали, допустим, из этого списка? В целом... Что вас дают и что... Дело в том, что у нас мы начинаем готовить людей, у которых есть педагогические компетенции, а работают они не только в образовании. Они работают в музеях, в библиотеках, в парках, в различного рода предприятиях, занимающихся ивент-менеджментом. Ну, в общем, разного рода сферы. И для нас очень важно, ну, вот такая настроенность человека, умение говорить, умение, значит... Вот мы вчера получили предложение для наших выпускников работать в ГИБДД, потому что там много, наверное, разговаривать с людьми и объяснять. Позавчера получили из Росалкоголя и ГУЛИК. Я веду вот ЕГЭ к качествам всех людей, которые с ЕГЭ приходят к вам. И вы бы ввели еще какое-то дополнительное ЕГЭ или поменяли? Я думаю, что, понимаете, на тех экзаменах... Вот для ГИБДД, например, какой нужен экзамен? На тех экзаменах, где нужны вот такие дополнительные творческие испытания, например, музыка, учителя изобразительного искусства, физкультура, понятно, что там нужны. Для этого есть отдельный перечень, и там эти экзамены есть. Вот там, где это необходимо, там это законодательство предусматривает. И, в общем, я считаю, что этого достаточно в данный момент. Спасибо. У нас в студии был Игорь Емаренко, ректор Московского городского федерологического университета, бывший замминистра образования. Мы как раз разбирали, что все-таки сегодня Единая Россия, министр Ливанов и ректоры обсуждали о возможных изменениях ЕГЭ. Вроде бы есть такой компромисс, что никакие порядки сдачи приема ЕГЭ до 2015 года меняться не будет. Не будут. Сейчас совсем короткая реклама, а дальше подведем промежуточные итоги.